Добрый день дорогие друзья! В прямом эфире программа Якутск сегодня. Мы выходим также в прямом эфире одновременно и на радио и на телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Воздушная трасса Аляска-Сибирь, по которой во время войны по Ленд-Лизу из США через Чукотку, Якутию до Красноярска перегнали более 8 тысяч боевых и транспортных самолётов, это героическая страница в истории Великой Отечественной войны. Недавно у нас в Якутии побывала экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны России. Экспедиция обследовала аэродромы Алсиба. И сегодня у нас в студии председатель Якутского регионального отделения Русского географического общества, директор Фонда обязательного медицинского страхования Александр Горохов. Здравствуйте, Александр Васильевич. День добрый. Наши телефоны 320066, 3211-66. Дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору и задать нашему гостю интересующие вас вопросы. Давайте начнём с истории трассы Аляска-Сибирь. Да, действительно, это была очень мужественная история, очень историю мужества в нашей Великой Отечественной войне. По трассе Красноярск-Аляска было доставлено на фронт более 8 тысяч самолётов. Из них почти 7 тысяч самолётов были доставлены через нашу республику и, соответственно, через этот маршрут. За очень короткое время было построено серия по трассе аэропорты. И были вложены очень большие средства для того, чтобы их создать. Были противники на самом высоком рынке, которые говорили о том, что невозможно создать за короткий срок вот такую инфраструктуру, которая позволила безопасно проводить прогонку самолётов по этой трассе. И этот маршрут действительно оказал очень большое влияние. Почему? Потому что каждый самолёт, который прилетал через этот маршрут, он, конечно же, приближал победу этой Чите Спасённой жизни. С Красноярска самолёты сразу отправлялись на фронт. Да, на фронт. И мы знаем, что вот этот проект, он был одобрен на самом высоком уровне. И к нему было очень высокое внимание. И действительно, наш народ проявил очень, скажем так, мужество и героизм. Да, потому что при строительстве всех этих аэродромов, конечно, принимало участие местное население. Да, и прежде всего местное население обслуживало эти аэропорты. Да, в общем, было понимание того, что без местного населения этот проект не состоится. И поэтому обучали даже тех людей, которые были неграмотными, их обучали специально на курсах, допустим, по машинотракторному делу для обслуживания этих аэропортов. В целом, в нашей республике основные аэропорты это были Зырянка, это был Томтор, Аймекон, это был Тёплый ключ, Хандыга, Якутск, Лёкминск, Витим. Вот по этим основным аэропортам и нынче состоялась комплексная такая экспедиция Министерства обороны и Русско-Географическое общество. Наверное, вот вы видели в соцсетях, в СМИ очень большой такой военно-транспортный вертолет, Ми-22, который является самым крупным, самым большим, серийным военно-транспортным вертолетом, который вот прилетел по этому маршруту. А там какие специалисты были? Да, там очень интересная экспедиция, состав у него такой комплексный. Военные, понятно, что вот экипаж, да, есть военные аэродромные службы, которые изучают аэродромы, делают замеры, есть историки, это уже члены Русско-Географического общества, которые изучают историю, собирают материалы. И в целом в конце должна выйти такая очень комплексная оценка от всей этой трассы, нынешнего состояния, состояние его, скажем так, его возможности эксплуатации уже в нынешних условиях. И, конечно же, будут даны рекомендации там и Министерству обороны, понятно, и каким-то гражданским, скажем так, Министерствам по внешней эксплуатации, возможному, да, их нему применению. Реконструкции, возможно, да? Да, и очень большая задача, конечно, ставится, чтобы вот то наследие, которое и та выработанная вся история, и какие-то моменты технические тоже использовались в последующие годы. Очень интересный момент, когда эти площадки, они делались вот такими металлическими плитами, которые были произведены, ну, скажем так, за тысячи километров, перевозились, очень быстро развертывались эти авиационные площадки. Ну, кроме того, что кроме вот только взлетно-посадочная полоса, да, здания, еще же там метеослужба была, связь. Да, и вот прежде всего, я говорил, что было комплексное решение, да, вкладывались очень большие средства, в том числе отметили, что в селе Томтор, это в Эмиконском нашем глусе, сохранились те постройки, которые были сделаны тогда. И предлагается даже сделать там некий музей под открытым небом и попытаться сохранить те здания, которые там остались. Плюс вот те, вы правильно сказали, что метеостанции были открыты не только вот в самих аэропортах, а в целом по пути исследования и закрывали очень большой такой регион, да, по объективному времени. Потому что не только основные порты были, еще же были и запасные. Да, и эти запасные аэропорты, вот мы просили наших коллег включить от 11 запасных аэропортов маршрут, следование экспедиции. И мы провели очень знаменательное такое событие. Селе Тарат, это озеро Тенглю, и где местными силами и силами РГО устанавливаем мемориал, относящийся к Алсибу. Это точные копии самолетов, которые там принимались в этих аэропортах. И, соответственно, очень важно то, что местное население к этому относится очень с таким вниманием и до сих пор, не до сих пор, а в целом. Да, ну помнят, люди помнят, народ помнит. И здесь очень важно то, что мы привели очень такое трогательное мероприятие и наградили благодарственным письмом Чаленгарова, Киринского, Матрёны Егоровны. Это у нас участник этих событий, и уже 98 лет, который обслуживал этот аэропорт в добром здравии. И, конечно же, вот то, что молодежь видит, как относится к ветеранам, это вот с патриотической точки зрения, конечно, очень дорогого стоит. И оказалось, что есть еще один ветеран, который участвовал тоже в этих мероприятиях. Она живет в городе Лёг-Минске, и также мы в последующем, конечно же, устроим ей честование в этом смысле. В смысле того, что мы как-то отметим ее. Мы хотим от нашего отделения, местного отделения РГО, присоединиться к тому большому проекту в целом по аэропортам Алсиба, который проходит по четырем регионам страны. А в нашей республике мы хотим все-таки взять на себя вот такую ответственность и поработать, чтобы тоже изучить вот аналогичным образом запасные аэропорты, которые были при вот таких больших аэропортах, скажем так. Вот мы уже село Тарат уже назвали. Есть аэропорт села Чагда, вот на реке Учур, он маленькой стороне стоит. Есть аэропорты, которые есть около Улу, там аэропорт Добролет. В свое время там была тоже метеостанция, и сейчас аэропорт, который сейчас, конечно, не функционирует. Вот таких запасных аэропортов было довольно-таки много. Да, всего по всей трассе 26 построено было аэропортов. Да, это вот, да. Ну, это с Чукотки. И мы хотим, конечно, чтобы здесь эта работа продолжалась. И самое главное, в последующем, ну, в перспективе, да, в перспективе, конечно же, было бы очень хорошо использовать эти аэропорты в интересах малой авиации. Да, по прямому назначению, да. И почему? Потому что не зря там и были проведены же большие там изыскательные работы для того, чтобы там сделать дети. И вот такими аэропортами, конечно же, вся территория, вот трассы. И есть некие проекты, которые московское, скажем так, географическое общество хочет потом продвигать. Это экскурсии, экспедиции по трассе Мал-Сип, допустим. А, это туристический такой делает маршрут. Туристический тоже, в том числе. И, конечно же, это было бы, дало бы, дало бы, вот, некий толчок к развитию малой авиации. Ну, кстати, вот в Чигде это в советское время же использовался, этот аэропорт. Потому что они, в принципе, почти все, там, основные аэропорты, они использовались, ну, до 90-х годов использовались. Потом, конечно же, это пришло, вот, некий упадок, позакрывались. И очень, ну, скажем так, не совсем хорошо, когда вот уже инфраструктура, которая была, она забрасывается и дальше не развивается. С этим, конечно, надо что-то делать. Мы провели во временах рождения этой экспедиции в городе Якутске, пресс-конференцию, где собралось очень много людей, которые интересуются этой тематикой. Выступали из Хангалавского района, выступали из города Якутска. И вот сами участники экспедиции отмечали, что в Якутске, в Якутии в целом, их встречали очень тепло, встречали очень такие заинтересованные люди, которые там не просто интересовались какими-то литературными вещами, а в целом были вовлечены в поисковую деятельность, в экспедиции, которые искали в том числе самолеты, которые потерпели крушение. Но это в этом большая заслуга Ивана Ефимовича, не Генгли, потому что у нас историк, исследователь, он пропагандирует об этом много пишет. Безусловно. И действительно, русское графическое общество тоже отметило его настижение. И вот такое благодарственное письмо от имени Артур Николаевича Челингара ему было урешено. Очень большую работу в этой части проводит тоже общество ДОСАВ. Под руководством вечерних они проводили поисковую работу. Да, отважный был. Да. И, к сожалению, его сейчас... Дорогие друзья, мы сейчас прервёмся на рекламу, а после рекламы мы вернёмся в студию и продолжим наш прямой эфир. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». Гость студии Александр Васильевич Горохов, председатель Якутского отделения Русского географического общества. В блоке ДО рекламы мы говорили о трассе Аляска-Сибирь, об экспедиции. Александр Васильевич, что значение? Значение этой трассы трудно переоценить. Действительно, в своё время она сыграла очень большую экономическую, политическую роль. И хотелось бы, конечно, в дальнейшем, чтобы эта трасса, этот тот опыт, который был наработан, не пропадал. И понятно, что он дал очень большой толчок развитию в целом авиации, экономики. Вот вы упоминали про кадры, которые приехали для того, чтобы запустить ДО Русского географического общества. Они так и остались, и работали у нас. Высококлассные лётчики. Да. И вот тот опыт, он должен быть, конечно, использован в полной мере. И дальше должен развиваться этот проект уже в новых условиях. Да, в новых условиях. И в туристическом, и в транспортном тоже использовать. Да, да. Эти аэродромы для малой авиации. Да, и думаю, раз этим интересуется министерство, наверное, в своих сферах тоже будет использовать. Александр Васильевич, это один из проектов географического общества. Я знаю, у вас очень много других проектов. Хотя бы те же, которые связаны и с Арктикой. Да, действительно, проектов у нас очень много. Наше общество, оно не только экспедиционными вещами занимается, но в целом и образовательной деятельностью, и деятельностью, которая связана с популяризацией и патриическим воспитанием. По Арктике, если говорить, то у нас в целом, конечно же, ну, скажем так, эксклюзивные экспедиции, которые мы делаем и продвигаем, это связано прежде всего с Арктикой. В этом году прошло очень хорошее мероприятие прошло. Это вот чествование Марии и прочих сил, которые были переоткрывательными, участниками Великой Северной экспедиции Беринга. Это были исследователи Арктики. На месте их упокоения в селе у Соленёк было установлено часовня. И здесь был такой момент, когда очень многие организации, очень многие учреждения сплотились, скажем, что называется, в одну группу и вот сделали очень хороший проект. Часовную осветили, построили, и вот на месте гибели прочищевых. Это министерство Арктики участвовало, участвовало администрацией Тарусского района Калужской области и администрацией Болуновского района. Ну, мы тоже как площадка для такого интеграции этих всех заинтересованных сторон. По Арктике у нас в прошлом году была очень интересная экспедиция. Это экспедиция от города Якутска до Новосибирских остров на Катамаране. И этот проект показывает о том, что, в принципе, вот такие возможны такие экспедиции на Катамаране. Там реально, знаете, что вот такие резины две, ну, баллоны, которые соединены, и там площадка устроена. Вот 3000 километров наши коллеги там проплыли, в основном это спасатели, и доплыли до Новосибирских островов, до метельстанции Кенгелях. Им осталось буквально 300 километров доплыть до острова Бенетта. Это мы оставили, на вторую часть оставили. Они плыли там где-то больше месяца, наверное. По пути проводили исследования воды, там метеонаблюдения, их теологические какие-то вещи смотрели. И поэтому мероприятие, по этой экспедиции мы выиграли грант Русского графического общества, и на этот грант проводили данный проект. Экспедицию мы должны были нынче завершить вторым этапом, но, к сожалению, вот ситуация с пожарами, там, с пандемией, поэтому мы этот проект перенесли, окончание этого проекта перенесли на... Был ли благоприятный период? Ну, на следующий год, да. Здесь очень интересно то, что коллеги по пути тоже проводили испытания неких таких спасательных технологий, да, специальные костюмы, средства связи, которые позволяют находиться в таких экстремальных условиях, и обеспечивают безопасность вот таких экспедиционных мероприятий. Еще один такой наш якорный проект – это вот «Новосибирские острова», экспедиция «Новосибирские острова». Географическому обществу очень повезло, да, что его председателем является Шойгу. Да, здесь, конечно, есть некая синергия, когда задачи, которые ставятся государством, в том числе перед Министерством обороны, соприкасаются, и некая есть синергия между нашими целями, задачами, как общественной организацией. Здесь, конечно, нам очень повезло. Если говорить по научным итогам этих экспедиций на «Новосибирские острова», допустим, в этом году обнаружена стоянка древнего человека, который, ну, по крайней мере, сейчас предполагает, что это не одна из, а самая северная древняя стоянка в мире, да, в местности «Табайюлях», где обнаружены были останки мамонта, обработанные руками человека. Конечно, еще с научной точки зрения предстоит очень много моментов, чтобы это доказать. Научные конференции разные будут. Но в том, что вот какие-то есть уже научные итоги наших экспедиций, это очень радует. Очень радует. Очень большой проект в нашей общественной организации, то, что мы поддерживаем и вместе проводим проекты «Пути великих свершений», где у нас Никонов Георгий Дмитриевич является куратором этого проекта. И идея в том, что все освоительно Дальнего Востока проводилось через Якутию, через Якутск, Якутск был базовым. Да, 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 форпостом было освоение. Да, на Дальнем Востоке. И отсюда проходили все эти экспедиции. И надо понимать, что вот в этих экспедициях всегда, всегда были проводниками, там, каюрами, да, поддержку оказывали. Это, конечно, местное население. Обеспечивали. Да, обеспечивали. Вот в прошлом году была очередная экспедиция в рамках большого проекта «Пути великих свершений» по следам экспедиции «Арсениев». Это по Мамурской области. И вот так каждый год проводятся эти экспедиции. И я знаю, что в этом году снимается большой фильм в ЭКТРК, который будет охватывать в целом историю освоения Дальнего Востока через призму роли Якутска в этом большом геополитическом мероприятии. Мы знаем, что очень вопросы климатологические, вопросы общего потепления являются очень пристальным вниманием по всему миру. Один такой проект у нас очень хороший есть. Это проект по покорителю холода. У нас наш член нашего общества, Ипатий Вячеслав Георгиевич, он выступил с такой инициативой, когда проект... Некоторые, ну, скажем, любители экстермального туризма прилетают к нам на Реметь в самое холодное время. И потом их на вертолете высаживают в районе Верхоянска, Америковоуна. И они в течение месяца ищут самую холодную точку в мире в этом году. И потом им дается сертификат о том, что они там прошли экстремальный такой курс. Первоначально в 2019 году этот проект мы провели. В 2020, конечно, из-за пандемии этот проект был переторможен. Я думаю, что и дальше мы его будем, конечно же, делать. Один из таких проектов, который мы тоже поддерживаем, проводим, это вот проект по конным переходам. В 2018 году мы делали конный переход 200 километров в Верхоянске на поле Суховода. Правда, это было не такой зимой, а ближе к весне, в марте месяце, когда более-менее еще температура позволяла. И второй переход почти на 600 километров, на 500 с лишним километров, это было по заречным нашим районам, это было в 2019 году проведено. Сейчас вот те ребята, которые ждут конный переход из Амикона до Москвы, мы их тоже сейчас поддерживаем. Мы с ними там, ну, что называется, в ежедневной такой связи. И будем их и дальше поддерживать. Вот сейчас они перешли в село Мача, и вот, то есть они сейчас на границе нашей республики, да. У них очень сложный был такой переход, самый сложный за весь период, который начислили этот переход из Унтаров-Валёкминск. Почти там 300 с чем-то километров по тайге. Понятно, что там есть некая старая дорога, тракторная дорога, которая есть, но в целом очень сложная в том, что она идет по тайге, и очень кормовая база для лошадей, очень там слабая. Здесь, конечно же, ребята, они там сложности встретили. Но они такие... Духом не падают? Да. Саханя, вот, сегодня они очень уберутые ребята, и я думаю, что своей цели они достигнут. До Москвы дойдут? До Москвы дойдут, да. Мы сейчас связываемся с сиркутянами, вот сейчас они должны с селомачивать на село Перевоз, и, соответственно, мы там разговариваем с администрацией перевоза, с администрацией тех муниципалитетов, где они встретятся. И пытаемся им найти конные базы, где бы они могли отдохнуть, где лошади могли там присмотреть. Сейчас такая конная база есть около Бадайбу, там, в селе Мамакан. Вот с ними там переговоры, они там будут останавливаться. И ведь едут, что интересно, они на якутских лошадках едут? Вот что интересно. Да. И, конечно же, мы этот проект тоже презентуем на московском... на уровне московского РГО. И, конечно, первое, это у нас популяризация там... популяризация якутской лошади. А второй момент, это в целом популяризация вот конных переходов и вот конного туризма. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, и через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор с гостем. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня» в студии режиссёра Мария Новгородова Николай Слепцов-Айды, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня гость нашей студии – председатель Якутского отделения, регионального отделения РГО Александр Васильевич Горохов. И мы говорим о проектах Якутского отделения Географического общества. Какие ещё у вас интересные проекты? Если говорить о нашей деятельности, конечно, она обширная, и действительно она покрывает очень много направлений. Но если говорить по образовательной деятельности, то мы очень плотно работаем с университетом, с школами. У нас есть молодёжный клуб, который также отвечает и проводит очень много мероприятий со школьниками. Допустим, у нас есть такие проекты, как конкурс по фенологическим наблюдениям. Вот недавно прошёл Единый день фенологического наблюдения, который проводят наши инициаторы, и наши энтузиасты, Герасимовы, Александр Рагбасович и Маргарита Афанасьевна. Вот они проводят эти фенологические наблюдения. Рожкова у нас есть. Наш тоже член нашего общества, Валёк Минске, является тоже инициатором таких наблюдений. У нас есть конкурс по священным деревьям Якутии, когда наши школьники тоже по этому конкурсу наблюдат за деревьями, выявляют необычные деревья, ставят их на какие-то учёты и, соответственно, проводят мероприятия, чтобы не навредить этим деревьям. У нас очень большой проект по географическому диктанту, который вы, наверное, знаете. По России мы всегда занимаем одно из лидерейших мест по количеству участников географическому диктанту. Сейчас, конечно, мы больше работаем над качеством, чтобы те люди, которые участвовали, показывали более качественный результат. Некоторые регионы там очень хорошее качество показывают, но мы понимаем, что у них больше участвуют такие чуть ли не научные сотрудники. Их мало, но там участвуют специалисты. Мы всё-таки больше ориентированы на такое массовое. Есть профильные сезоны детских лагерей, как Орлёнок, Океан. Софиминавны мы отправили двух наших ребят в Солёкминске на участие в профильном сезоне в Орлёнок. Мы оплатили им проезд, и вот они туда сейчас должны выехать. Одна из наших приоритетов – образовательная деятельность. У нас есть ещё деятельность, которая должна быть на перспективу работать, и она должна работать для устойчивого развития в целом регионов, в которых мы находимся. Для начала мы всё-таки взяли регион Миринский район, проект геопарков. Что такое геопарк? Это парк, в котором не то что охраняется, а в целом развиваются такие природные и геологические объекты. На этой территории должны быть, может проводиться и производственные деятельности, может проводиться и разные мероприятия, но в целом это должно быть направлено на устойчивое развитие того общества, в котором там живёт. Очень такой большой проект, который курит УНЕСКО. И УНЕСКО развивает сеть глобальных геологических парков по миру. И по России только сейчас один регион, Башкорстатан, имеет вот такой геологический парк. Я думаю, что мы тоже достойны это иметь. И вот работы мы в прошлом году начали, в этом году продолжаем. В совместе с администрацией Миринского района, с Алросой, будем эту работу продолжать. У нас, конечно, есть те, вот я уже Алросу упомянул, те наши попечители, которые нам очень большую поддержку оказывают. Это ФПК Якутия, это авиакомпания Якутия, как бы сложно ей ни было, да? Полярные авиалинии. Есть наши попечители из таких компаний, которые не являются государственными. Допустим, БК ТАПАС. Они оказывают очень такую существенную поддержку нам. Ну и, конечно, наши вот такие базовые партнеры, это Северо-Восточий Федеральный Университет. Адоль Николаевич очень наш попечитель. И все наши начинания поддерживают, конечно, что надавается от души и как настоящий рыбовщик. Ну вот в этом году вашему отделению исполнилось 108 лет. Через два года вам уже будет 110 лет. Да, действительно. Мы одна из самых, наверное, таких общественных организаций, которые имеют столетнюю историю немногих организаций. Было организовано 108 лет тому назад высочайшим указом императора Николая. И здесь, конечно, большую роль установления нашего отделения тогда, якутского отделения, в основном сибирского отделения императорского русско-графического общества. Сыграл губернатор Крафт. Да, Иван Крафт. И действительно был очень такой человек, очень большого кругозора, государственный деятель, который когда в своем письме указывал, что открытое отделение русско-графического общества, императорского русско-графического общества в Якутии даст толчок к развитию науки, к развитию экспедиционной деятельности. Потому что без таких общественных организаций, как он указывает, все это проводилось на такой случайный, скажем, у него такой термин был, имело случайный характер. И открытие, соответственно, таких отделений позволит это проводить на систематическом уровне. И впоследствии тоже очень много общественных деятельностей, купцов, врачей, в том числе. Они участвовали в работе русско-графического общества. Семенов Тиншанский, даже вот святитель Иннокентий Вениаминов, миссионер, который пешком прошел. Да, очень большие имена. И нам, конечно же, досталось тяжелое время нести, чтобы соответствовать духу, букве. И статус русско-графического общества. Мы постараемся этот статус удержать и развиваться дальше. Александр Алексеевич, вот вы сам по профессии, вы медик, да? Да. Закончили наш якутский медицинский факультет. Факультет были... Большую карьеру сделали от самого низа, да? Медбрата до министра здравоохранения. Сейчас вы возглавляли Территориальный фонд медицинского страхования. Вот скажите, географическое общество и медицина, что здесь общего есть для вас? Ну, на самом деле, это прямая, скажем так, прямая взаимосвязь. Потому что любое заболевание, оно имеет свою пенемиологию, свою. Мы всегда и сезон, значит, и все эти вещи мы всегда учитываем. Ну, и с детства мы всегда увлекаемся теми вещами, которые я говорил до этого. Вот романтика экспедиции, там, патриотизм, любовь к своей природе. И мы всегда вот вместе с этим, наверное, выросли, что называется. А что вот медики, они очень глубоко были всегда вовлечены в работу русско-юграфического общества. Даже вот в самом начале, я упомяну, допустим, один из... Вот Парядин, да? Он фельдшер, сам окончил там Казанское медицинское училище. И он первый создал якутский словарь. Там из трех тысяч слов, на основе которого потом уже вот Пекарский создавал свой словарь. Там около 7 или 8 тысяч слов было. Ну, допустим, всеми нами любимый, неизвестный Юрий Николаевич Сенкевич, допустим. Тоже врач, да. Любая экспедиция никогда не обходится без врачей. Вы же знаете, что... Вот даже космические там путешествия какие-то, везде есть врачи. То есть мы необходимый член команды любой экспедиции. Да, понятно. Поэтому вот... А так, конечно же, очень интересно, если вот такие большие люди, как... Сергей Кузьманович Шойгу находят время для вот такой общественной деятельности. Наш победитель Алексей Сергеевич Николаев очень тоже поддерживает, находят время для того, чтобы заниматься проблемами, вопросами, которые мы ставим в РПЛИНИ для русско-графического общества. Такая вот поддержка, она дает, конечно, возможность проводить эту работу в том масштабе, который мы все-таки проводим. Я считаю, что мы одни из самых таких общественных организаций, которые имеют очень широкое поле деятельности. Мы организуем мероприятия по всем. Вот я уже пытался в своем коротком рассказе указать все мероприятия, но, конечно, их невозможно сделать. Вот, допустим, вот наши эти были тени, которые мы выпускаем ежегодно. Хорошо, что каждый год их объем увеличивается, потому что мероприятия все больше и больше. Но у нас еще время есть, немножко пять минут, да? Может, поговорим о... Одна минута, да? Немножко несколько слов о планах. Да, всегда мы говорим о том, что вот те экспедиции, которые вот проводены, они будут продолжаться. И я вот призываю тех людей, которые хотят присоединиться к нашей работе, к нашей деятельности, присоединяйтесь. Мы очень рады всем активным людям, чтобы вместе проводить ту интересную общественную деятельность, которую я считаю, что мы проводим. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, за очень интересный такой содержательный рассказ о работе Якутского отделения Русского географического общества. Желаю вам успехов. Дорогие друзья, в прямом эфире принял участие председатель Якутского регионального отделения Русского географического общества. Сейчас он директор фонда обязательно медицинского страхования Александр Васильевич Горохов. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. Спасибо.